Дневной разворот Юрия Шлеминзона Юрий Львович, с днем рождения С днем рождения, долгих лет и счастливых Здоровья, конечно, богатырского Что касается нашего разворота Немного слов в втором части Буквально на днях новость, облетевшая Все информационные площадки Региональная общественная организация По названию Возрождение Вятки Заявила так громко о себе Заявила о том, что собирается информировать Массово проинформировать жителей нашего города О том, почему необходимо Вернуть Кирову название Вятка Снова эта тема поднимается Уже очень много комментариев и обсуждений в интернете И мы это дело хотим обсудить Во втором части разворота После 12.05 В том числе с нами на связи будет и представитель Этой организации Возрождения Вятки Который расскажет, как же они собираются строить свою работу Да, вот перед нами лежат макеты Листовки на столе Если в ближайшее время не вернуть настоящее имя городу То в будущем оно может исчезнуть навсегда Поэтому вот сейчас происходит такой краунфандинг Сбор средств на печать Скольки экземпляров? 100 тысяч экземпляров Напечатать Ну вот я вчера спрашивала у Марины Сергеевны Сазонтовой Что будут делать коммунисты по этому поводу Напечатают ли они свои 100 тысяч листовок Она сказала нет Мы, говорит, официальную версию себе на сайте выложим Нашего мнения по этому поводу И все Мне просто очень хочется у нашего гостя Который прямо сейчас находится в студии Тоже спросить Мы уже начали разговаривать до эфира Видели ли вы эту листовку И как вы относитесь к этому движению Я сейчас обращаюсь к Николаю Пасенко Управляющему отделением пенсионного фонда России по Кировской области Прежде чем к нашим темам перейдем Которые мы обещали еще до Нового года Раскрыть нашим слушателям о нововведениях Что это такое? Вот мне вчера Марина Сергеевна Сазонтова сказала Что это все с выборами связано Как не выборы Так все время вот такая тема поднимается А тут еще сегодня снова сказали Что все-таки думает еще администрация президента Что вернее там Кто у нас выбор устроит Не администрация президента, простите Но думает, что референдумы вернут все-таки В момент выборов президента А у нас на повестке дня Один только референдум может быть Вы согласны, что это с выборами связано Вообще как вы к этому все думаете? Здравствуйте, Николай Валимович Добрый день На самом деле накануне выборов бывают разные совершенно Ситуации возникают Разные идеи возникают Разные предложения Я, наверное, разделяю мысли Что это так или иначе связано с выборами Если бы не было выборов Наверное, такая тема сегодня конкретно не появилась Припоминаю, что этот неоднократно вопрос поднимался И мнение большинства жителей нашего города Мне кажется, оно давно уже известно И в принципе Вы к какому большинству относитесь? Хочу вас спросить К большинству? К какому из большинств относитесь? Ну, большинство, как я помню, проголосовало тогда против возвращения Не знаю, вот у Никиты Юрьевича У Никиты Юрьевича в Твиттере, когда он поднимал этот вопрос Большинство проголосовало за переименование Ну, дело в том, что в Твиттере, наверное, надо посмотреть Какое количество зарегистрировано вообще в Твиттере пользователей Которые проживают в городе Кирове Тогда, собственно, будет понятно От имени какого слоя это было мнение сформировано Я думаю, что тема, она на самом деле имеет место быть То есть разные люди имеют разную точку зрения О том, какое название Историческое название, но, наверное, все-таки историческое название Но большинство тогда на референдуме проголосовало против Я не думаю, что если будет сейчас референдум объявлен Будет существенно отличаться от того мнения То есть голосовали за сохранение названия Киров И вы не считаете, что как-то изменилось Серьезность ситуации? Ну, вот если говорить о старшем поколении То, конечно же, старшее поколение Люди привержены к какому-то постоянству То есть, чтобы как можно было меньше изменений А вот в пенсионной системе у нас изменений бывает очень много Собственно, по этому поводу я здесь у вас сегодня не покажу Плавно Николай Задьевича подниму Ну, здесь бы референдум провести Новый год принес много новшеств Во всевозможных сферах, в том числе и в пенсионном законодательстве Есть изменения, и индексация пенсии И материнский капитал новшества И вот обо всем об этом мы сегодня с Николаем Владимировичем и собираемся поговорить Итак, индексация пенсий Что у нас традиционно, собственно, бывает в начале Нового года? Да, у нас есть и традиционное Почему? Потому что это нормы закона Это не какое-то спонтанное решение Это связано с теми изменений, которые происходят в целом По макроэкономическим показателям Вот есть уровень инфляции, значит, должна быть проиндексирована пенсия Так указано в законе Новшество здесь только лишь одно Что принято решение было, опять же, на уровне закона Что индексация будет проводиться не с 1 февраля, как это раньше происходило, а с 1 января Ну, в чем здесь смысл? Чтобы граждане получали пенсию, проиндексированную с первого дня того года По которому проявляется индексация Почему-то вот в прежние годы на 1 месяц меньше получали пенсию То, которую положено получать в течение года Но тоже это было по закону Вот сейчас это, на мой взгляд, неточность исправили Пенсию эту мы действительно проиндексировали В декабре месяце И выплатили ее уже фактически, ну, большинству пенсионеров Так как зачисление пенсии у нас по графику В кредитное учреждение 8 числа Поэтому мы даже выплатили ее до наступления Нового года А все остальные пенсии, которые доставляет почта У них есть свои технологии, у них есть свои возможности Поэтому они доставляют ее по графику Все идет в плановом режиме Речь идет здесь только лишь об индексации пенсий страховых То есть связанной с трудовой деятельностью Но у нас есть еще граждане, которые получают социальную пенсию И социальная пенсия, она другим образом индексируется Она индексируется постановлением правительства Здесь у нас запланированы расходы на повышение этой пенсии с 1 апреля То есть она будет также проиндексирована Если страховая на 3,7% была проиндексирована То социальная пенсия будет проиндексирована на 4,1% И еще очень часто задают вопрос Ежемесячные денежные выплаты То есть те суммы, которые положены федеральным льготникам Они также будут проиндексированы, но с 1 февраля То есть у нас будет такое постепенное повышение выплата Для фактически всех категорий получателей пенсии Давайте напомним, что такое страховая пенсия И что такое социальная пенсия Страховая пенсия связана с трудовой деятельностью То есть человек отработал такое-то количество лет И вот эти пенсионные права в виде страхового стажа В виде общего стажа, если это было до 1991 года А также валоризация и все остальное Это являются пенсионными правами Чтобы сейчас заработать страховую пенсию Нужен какой стаж? Сейчас при назначении вновь пенсии А это уже по действующему новому законодательству С 1 января 2015 года Нужно иметь не менее 9 лет страхового стажа А страховой стаж что это такое? Это период, когда гражданин официально был трудоустроен И за него официально уплачивались страховые взносы А трудовой стаж это несколько иное Что он может быть где-то был трудоустроен Но никаких договоров нет И фактически не зарегистрирован был И не было никаких поступлений Это вот не относится к страховому стажу А будет социально Но социальная пенсия, как мы знаем Она назначается через 5 лет После достижения пенсионного возраста То есть если мы работали И у нас не менее 9 лет страхового стажа То мы при выходе на пенсию Женщина сейчас 55 лет, например Будем получать, например Средний размер составляет 18 тысяч примерно А если мы на социальную пенсию только претендуем Мне должно исполниться тогда 60 только лет Как женщине И я буду получать, например, 10 тысяч А не 18 Ну 18 это вы немножко многовато, конечно, сказали У нас средняя пенсия по Кировской области сейчас Она будет примерно составлять После индексации В том числе социальной пенсии Примерно 13,5 тысяч Около 14 13,5 А социальная? А социальная у нас это существенно меньше пенсия Меньше 10 Меньше 10, конечно У нас есть прожиточный минимум для пенсионера Который устанавливается в каждом регионе Законодательным собранием Вот у нас эта сумма 8474 рубля Вот ниже этой суммы Ни один гражданин у нас не получает А могу вам сказать, что социальная пенсия В том числе может быть И, скажем, у инвалида третьей группы Который ни дня не работал Вот у него пенсия существенно ниже Но у него тогда происходит Федеральная социальная доплата То есть из федерального бюджета доплачивается ему До прожиточного минимума в регионе Вот эти 8,5 почти А какие намерения? До 8,5 Не 8,5 плачутся, а до 8,5 Николай Владимирович, у государства же есть некая стратегия То есть это не просто какая-то там единовременная индексация пенсии Есть какая-то стратегия, в том числе связанная с повышением пенсионного возраста Ну это отдельная уже тема Она больше, наверное, находится в плане научного исследования Которые разные институты, скажем, представляют по-разному Одни представляют с точки зрения экономии средств Из федерального бюджета, другие С балансированностью бюджета пенсионного фонда Мы сейчас не будем разбирать, почему нужно повышать пенсионный возраст Но мы уже каждый день практически тут говорим Что поколение, которое родилось после 2000-х Как минимум в европейских странах Доживет уже до 100 и 120 лет, и тут все понятно Но что касается как раз продления какого-то трудоспособного возраста Это тоже ведь связано с тем, что индексируются пенсии И вот этот стаж, о котором вы говорите, страховой стаж Он тоже увеличивается все время 8 лет, 9 лет, сейчас будет 10, наверное, и дальше Он по закону будет ограничен 15 годами 15 годами, то есть не больше 15 Хотя, в принципе, мы сегодня выводим на пенсию граждан, которые подают документы Практически у всех стаж, но это с прежними периодами В том числе советским периодом, более 30 лет Поэтому это несущественное ограничение На мой взгляд, гораздо более существенное ограничение Которое может повлиять на право Это ограничение по количеству баллов Здесь речь идет о том, что это количество баллов не может быть ниже, чем, опять же, по определенной шкале Каждый год оно увеличивается Сейчас это 13,9 баллов нужно будет иметь А баллы эти связаны как раз с размером заработной платы И тех начислений, которые были произведены То есть мало просто иметь непрерывный стаж Должны быть начисления соответствующие Ну, это укладывается, мне кажется, в общую стратегию Ведь общая стратегия какова? Это повышение материального обеспечения всех граждан Не только пенсионеров Ну, и вывод из серой зоны Вывод из серой зоны заработной платы И повышение Минимальной платы труда Это все эти Государство идет вот в этом направлении Стало быть И повышение этого размера заработной платы Оно существенно влияет на количество баллов То есть государство действует со всех сторон С одной стороны, оно применяет механизмы Чтобы стимулировать бизнес выходить из серой зоны С другой стороны, оно влияет на нас На самих награждан Чтобы мы осознавали Если мы получаем серую зарплату То пенсия твоя будет вот такая А если получаешь белую, то вот такая Сейчас прервемся буквально на полминуты И продолжим наш разговор с Николаем Пасенковым Управляющим отделением Пенсионного фонда России по Кировской области Говорим о новом в пенсионном законодательстве В 2018 году А также поговорим еще о материнском капитале Продолжаем наш разговор с Николаем Пасенковым Управляющим отделением Пенсионного фонда России по Кировской области Николай Владимирович, а что с пенсиями работающих пенсионеров? Это действительно такая тема, которая неоднократно гражданами поднималась и обсуждалась на всех уровнях. Итак, у нас, начиная с 2016 года, работающие пенсионеры получают пенсию без учета индексации. Вот то, что мы сейчас рассказали, какая индексация, 3,7%. На них это не распространяется. Но возникал следующий вопрос. Вот если прекращает гражданин трудовую деятельность, и есть технология, как она связана, я сейчас в двух словах расскажу. Должен представить на этого гражданина работодатель информацию о том, что он работает. Вот, условно говоря, человек проработал один день в месяце, но по итогам этого месяца он уже не работает. А по итогам этого месяца, в следующем месяце, до 15 числа, работодатель представляет информацию, в том числе на него, что он работал в предыдущем. А что он не работает, он только через месяц передает. Фактически, уже два месяца человек не работает, а информации у пенсионного фонда о том, что он прекратил работу, нет. Далее мы получаем эту информацию, принимаем решение о назначении пенсии. По закону мы должны выплачивать пенсию с первого числа месяца, следующего за поступлением информации. Итак, у нас получается три месяца, человек не работает, а мы по технологии не имеем возможности эту индексацию ему начислить. Вот принято решение в прошлом году о том, чтобы компенсацию за эти три месяца, начиная с первого января текущего года, мы выплачивали в момент проведения индексации. То есть, как мы получили информацию через три месяца, мы увидели, с какого числа этот человек перестал работать, и будем доплачивать эту компенсацию за все эти три месяца. То есть, фактически, работающий пенсионер, который прекратил работу, ну вот в данном случае ничего не потеряет. Этот механизм введен с первого января текущего года. То есть, вот здесь эту проблему решили. Да, эту проблему сняли. А пенсионный фонд отслеживает, много ли у нас вообще работающих пенсионеров? Можно как-то промониторить? Вот, имеем такую информацию, как на федеральном уровне. Дело в том, что все, что я сейчас рассказал, вся технология, она на самом деле происходит на федеральном уровне. То есть, сейчас работодатели представляют эту информацию, и она уходит в Москву. А дальше нам она приходит, эта информация из Москвы уже в каждый регион. У нас в пределах 100 тысяч, вот последняя информация, это 96 тысяч работающих пенсионеров. То есть, те, которые имеют право в том числе на перерасчет. Я об этом не сказал, что вот если им индексации нет, но уплаченные страховые взносы заработающего пенсионера, они учитываются при перерасчете пенсии, которая происходит 1 августа каждого года, за предыдущий период. То есть, вот у них те пенсионные права, которые они приобрели за этот месяц, вернее за этот год, они учитываются при перерасчете с 1 августа. Почти 100 тысяч, но на мой взгляд, это такая приличная достаточно цифра. Каждый 13-й практически житель региона, это работающий пенсионер, получается. Да, вот как раз если вернуться к теме о сбалансированности бюджета и изменении пенсионного возраста. Если у нас столько работающих пенсионеров, то при изменении пенсионного возраста возникает вопрос, а какая картина будет, так сказать. То есть, если они будут продолжать работать, и если мы утверждаем, что пенсия, и какой-то части из них недостаточно, они тоже будут продолжать работать. Но это может повлиять, опять же, на молодых людей. То есть, если рабочие места не будут освобождаться и не будут создаваться вновь, тогда возникает вопрос, а те, кто окончил школу, они куда придут работать? То есть, этот вопрос пенсионного возраста, он очень многогранен. То есть, здесь не просто повышение возраста, здесь в комплексе должны быть рассмотрены очень много количества вопросов, в том числе и количества рабочих мест, и возможности трудиться молодым людям. Ну, мы знаем, что этот вопрос касающийся не только нашей страны, а в жутком кризисе сейчас находится Япония, например, одна из передовых стран, где очень высокая продолжительность жизни. Самая высокая. И они не справились с этой проблемой, не нашли еще окончательного решения. То есть, над этим задумался весь цивилизованный мир уже давно, но окончательного решения не принято, просто потому что сам мир, сама картина мира меняется ежесекундно, очень стремительно, в связи с новыми технологиями. И там есть такие инновационные предложения, которые для нас, скажем так, даже не совсем могут быть понятны, когда предлагается, к примеру, следующий механизм. Гражданам, которые согласны иметь небольшой доход в виде государственной какой-то помощи, если они пишут заявление, что они согласны получать это тогда, с них не будут требовать фактически формирования пенсионных прав за этот период. То есть, они не будут претендовать на работу, они не будут получать по безработице, но они будут получать небольшие такие выплаты, которые им достаточно для жизни. Это в Японии. Это в Японии, да. Это в Европе есть такие уже подходы, предложения. То есть, они заранее просчитали, каков будет у них примерно, так сказать, расклад при автоматизации процессов, сколько рабочих мест будет у них ликвидировано в связи с этим, и чем будут заняты, собственно говоря, жители этой страны. То есть, на самом деле, эта проблема общая, мировая. Это проблема, которую нужно будет решать буквально в ближайшие годы. Не только России, и не только за счет повышения пенсионного возраста. — Совершенно верно. — Я тут сейчас вспомнил эфир, который был в прошлом году, где-то осенью. Мы говорили в том числе с ректором опорного вуза Валентином Пугачем о так называемой цифровой экономике России. Программа была принята летом этого года, и у нас ведь в ближайшее уже время планируется, что людям работать уже не придется. Будут механизмы, машины за них. Это все делается, собственно. И вот в перспективе тоже такой интересный отпечаток накладывает. — Ну, Герман Греф много чего говорит. — Тоже, наверное, насчет этой истории. Но, правда, многое начинает сбываться. Мы тоже, помнишь, говорили, у нас был эфир, когда мы говорили о новых профессиях, то есть которые отмирают, а какие будут. Я буквально вчера с дочкой вела такой разговор в машине, когда мы ехали. Она меня спрашивала, мам, вот какие там специальности, что там, я 11 лет. И я вспомнила, что все ведь будет совсем другим и уже становится другим, даже не таким, как вот в чем я росла, с чем я росла. То есть это принимать решения не только по поводу пенсионеров придется, но и по поводу молодых людей, детей, всех-всех-всех. Потому что жизнь меняется и для нас тоже, буквально на ходу. Давайте как раз про молодежь. Давайте про материнский капитал. — Да, я думаю, что это как раз будущее, которое началось с 1 января этого года. Во-первых, что все ожидали? Какое решение? Мы помним, что закон 256, который в народе называется о семейном материнском капитале, хотя название-то другое, он был рассчитан на 10 лет. 10 лет закончилось. У всех был вопрос, а будет дальше этот закон действовать или нет? Так вот, с 1 января этого года было принято решение о продлении действия этого закона, по меньшей мере, до 31 декабря 2021 года. Поэтому у тех семей, которые планируют каким-то образом воспользоваться, такая возможность появилась еще на несколько лет. Это первое. Второе. Что было принято? Также было многократно отмечено, что обращаются семьи, которые получили сертификат, о возможности получения денежных средств в натуральном виде, в течение, ну скажем, каком-то ежемесячном, что ли, в течение какого-то периода. Именно это решение и принято. Принят закон в конце декабря о ежемесячных выплатах, но не всем, а только тем семьям, у которых невысокий доход. Причем принято решение, на мой взгляд, очень интересное и очень необходимое для молодых семей. Оно касается не только второго ребенка, но касается и первого ребенка. Сразу же скажу, что по первому ребенку принято решение этим законом, что данным вопросом будет заниматься субъект Российской Федерации и орган, который будет уполномочен. В данном случае в Кировской области этим будет заниматься Министерство социального развития, поэтому я буду говорить только о втором ребенке. Существенная разница заключается в том, что на первого ребенка будут получать пособие за счет федерального бюджета, а на второго ребенка за счет как раз средств семейного материнского капитала, который по сертификату этой семье положен. Вначале определимся, кто имеет право. Имеет право семья, у которых появился второй ребенок, начиная с 1 января 2018 года. То есть сразу же говорим, что те, у кого родился ребенок, скажем, в конце декабря прошлого года, уже права на обращение за этой выплатой ежемесячной не имеют. Значит, следующее. Обязательно эта семья должна быть, мама и второй ребенок должны быть гражданами Российской Федерации. И проживать они должны в Российской Федерации. То есть всем, кто проживает за рубежом, эта выплата не положена. Далее. Существенным обстоятельством является, что только тот или та семья, кто может представить документы, что у них действительно средний душевой доход на семью, и здесь тоже есть ограничения. То есть мало ли кто проживает в квартире, под семьей понимается мама, папа и двое детей. Так вот, средний душевой доход должен быть ниже, чем полуторакратный размер прожиточного минимума для взрослого населения в данном регионе. Очень существенно хочу отметить, что в данном регионе... Полторы минималки. Да. Если доход меньше полутора минималок, то тогда... Полуторакратный, да. На каждого члена семьи. На каждого члена семьи. И тогда будут выплачиваться в течение полутора лет, они могут претендовать на выплату суммы, которая является прожиточным минимумом для ребенка. То есть раз на ребенка, то значит для ребенка. И здесь, наверное, нужно понять, что этот расчет будет не очень-то простой. Почему? Во-первых, все виды доходов, которые только могут существовать у семьи, ну, за исключением выплат материальной помощи в случае каких-то техногенных катастроф, которые выплачиваются из федерального бюджета, а также средств, полученных от депозитов в банке и от аренды квартиры. Вот эти средства не будут учитываться. Все остальные доходы будут учитываться. Вот для того, чтобы получить эту выплату, нужно будет представить соответствующие документы. Пока у нас в Кировской области, ну, с первого числа месяца у нас обращений достаточно много, но только все за разъяснением. То есть фактически никто еще не обратился за этой выплатой. То есть пока что мы не нашли таких людей, которые находятся в ситуации с минимального дохода? Ну, я думаю, что пока за несколько рабочих дней и не было даже возможности сформировать необходимые документы, чтобы представить их. А может быть, еще многие не знают об этом. А вот я хотел как раз спросить, информационно это работает? Да, но информационно, мне кажется, здесь у нас по всем центральным каналам и во всех, на всех сайтах официальных, в том числе пенсионного фонда, вся эта информация выложена. В принципе, в МИДе он хорошо представлен. Пенсионный фонд России. Это правда, да. В том числе и по этому поводу. Реклама у пенсионного фонда очень хорошая. Да, да, да. Спасибо. Значит, я обязательно передам нашим специалистам, кто занимается в СМИ. Да, он себя нацепляет. Да, да. Так вот, мне кажется, что просто времени еще не хватило для того, чтобы принять решение, во-первых. А во-вторых, необходимые документы представить. У пенсионного фонда появляется еще одна обязанность, или даже, скажем точнее, возможность проверять достоверность этих самых сведений. А раньше кто проверял? А раньше такой выплаты и не было. Раньше мы действительно делали выплату, только она была разовая. Один раз в году можно было получить, скажем, сумму 20 тысяч рублей. И 25 тысяч рублей. Это разные годы были разные. А сейчас, так как это переходит фактически в ежемесячную выплату, вы понимаете, здесь, во-первых, расчет связан с 12 месяцами предыдущими перед подачей заявления. Мы понимаем, что это может быть как один год целый, так и часть одного года, часть другого года. А вот определяться будет за второй квартал года предшествующего заявлению, подачи заявления. Условно говоря, если подали в январе, то мы будем брать прожиточный минимум за второй квартал 2017 года. Ой, это надо переварить сейчас во время рекламы. Во время рекламы сейчас в течение двух минут будем переваривать. Даже какую-то маленькую часть, я начинаю объяснять, уже сразу становится понятно, что это математический расчет, это условие, это нужно понимать. Да, мы продолжим разговор с нашим гостем Николаем Пасынковым, управляющим отделением пенсионного фонда России по Кировской области, через полторы минуты. Так, давайте продолжать нашу беседу на материнском капитале. Мы сейчас сосредоточились с Николаем Пасынковым, управляющим отделением пенсионного фонда. Да, мы сосредоточились на некой системе расчета. Но я скажу, наверное, итоговые цифры. То есть, если будет меньше, чем полуторакратная сумма прожиточного минимума на члена семьи, то тогда претендовать в Кировской области, это официальные данные, можно будет на сумму 9662 рубля в месяц. Причем здесь есть особенность такая, что заявление одно пишется и в течение года получает после подачи заявления эта семья данную выплату. А по истечении этого года будет снова расчет произведен уже с учетом прожиточного минимума за следующий год, за второй квартал следующего года. И снова будет подано заявление, и можно будет получать сумму, которая будет утверждена нашим законодательным собранием как прожиточным минимумом последующие полгода. Вот таков механизм. Точно по такому же механизму будет действовать и Министерство социального развития Кировской области на детей, которые в семье первый родился. Вот такая, собственно говоря, история. Какие ограничения? Сразу могу сказать, что есть еще ограничения, те, которые были и раньше в 256 законе. То есть, если совершено преступление в отношении своих детей, оно зафиксировано. Если лишен родительских прав, то автоматически данный гражданин, данная семья лишается права получать эту ежемесячную выплату. Так мы про размер материнского капитала не сказали. Он проиндексирован? Нет, он не проиндексирован. Также 453 тысячи 26 рублей. Совершенно правильно. То есть, пока эта сумма остается той же самой. И, наверное, нужно сказать, что у семьи есть право использовать на разные совершенно направления. Не только, скажем, ежемесячная выплата. То есть, они могут написать заявление. Но одновременно за счет оставшейся суммы, если они сосчитают, сколько они хотели бы получить за полтора года, они могут использовать эти средства на другие цели. Кстати говоря, здесь тоже есть небольшое изменение. Оно касается дошкольного воспитания и образования. Если ранее нужно было до трех лет ждать и не было возможности использовать эти средства, то сейчас это ограничение снято. То есть, фактически, при получении сертификата на второго ребенка, можно сразу же использовать средства на дошкольное воспитание и образование. В том числе и на частных каких-то нянечек, которые будут наняты и официально будут оформлены по договору. Вот это ограничение, оно, на мой взгляд, дает возможность сразу же использовать семье средства на то, чтобы привлечь, скажем, воспитателей каких-то частных, если они считают это... То есть, снятие этого ограничения вы имеете в виду. Да, снятие ограничения. И то, что многократно задавался вопрос, почему только вот те организации, которые аккредитованы как муниципальные и государственные, только те имеют право, сейчас нужно только иметь лицензию на право образовательных услуг. То есть, частные садики, детские сады, нянечки, они все могут... Что тут за процедура, поясните. Вот есть материнский сертификац, собственно, нужно в дошкольное учреждение. Куда идти, куда заявление писать? Точно так же, как по любым другим направлениям использования материнского семейного капитала, точно так же, как на улучшение жилищных условий. То есть, есть набор документов, которые сидят на сайте, нужно их принести, и прийти в пенсионный фонд, либо обратиться в многофункциональный центр и написать это заявление о использовании на получение образовательных услуг и фактически использовать эти средства. Очень просто все. А вот как-то статистика будет отслеживаться, насколько это остребовано? Каждый год же что-то открывают для материнского капитала. Вот это позволяет, вот это позволяет, вот это позволяет все меньше и меньше ограничений. Насколько снятие этих ограничений действительно стимулирует рождаемость? Что говорит у нас статистика с момента введения капитала? Статистика у нас говорит о том, что на сегодня у нас обратилось за сертификатом за весь период действия этого закона в Кировской области порядка 78 тысяч семей. То есть, 78 тысяч семей, у них появился второй, последующий ребенок, либо были усыновлены. Порядка 90%, ну даже 93%, наверное, процентов, это использование средств на, те, кто обратился за использованием средств, на улучшение жилищных условий. То есть, все-таки, главная проблема, это проблема улучшения жилищных условий. Ну, на втором месте находится порядка там 6 с небольшим процентов, это получение образовательных услуг. Вот здесь как раз существенно было ограничение, что на дошкольные вот эти все услуги нельзя было использовать средства до трех лет после получения сертификата. А ребенок тоже родился. Вот я думаю, что это может повысить процент использования средств именно на образовательные услуги. Но надо сказать, что на получение образовательных услуг в школе и в ВУЗе требования остались прежними. То есть, если второй ребенок родился не на него, не на ясли, не на нянечку использовать, а на других детей, то там 3 года ограничения это остается. То есть, старший ребенок должен быть старше трех лет. На мой взгляд, вот эти решения, они были приняты на основании мониторинга обращения граждан. То есть, что бы хотели граждане на самом деле, каким образом использовать материнский семейный капитал. То есть, были эти другие, как вы помните, идеи. Это покупка семейного автомобиля. Неоднократно эта тема поднималась. Но, видимо, все-таки в решении самих родителей в большей степени имело значение получение реальных денег для того, чтобы можно их было использовать в течение года. Ну, как мы видим на квартире, 93%. Вот основная проблема. Нет, но они-то остались, я имею в виду, по изменениям. Все-таки хотели бы не машину получить, а хотели бы получить деньги на реальное проживание, на продукты питания. Это решение принято. И второе, что вот снятие ограничений по времени на детские дошкольные учреждения. Это тоже решение принято. Ну, будем надеяться, что и в дальнейшем будет какая-то какая-то работа связана с выяснением общественного мнения, насколько эффективно используются эти средства и какие еще другие возможности могут быть предложены законодателям по использованию средств материнского семейного капитала. По дошкольным учреждениям понятно. Маме хочется побыстрее выйти на работу, да? Вот этого, да, быстрее влиться в процесс. Кстати, вы знаете, я был достаточно удивлен. Несколько месяцев назад я читал или не помню, или слушал интервью представителя Пенсионного фонда России. Он сказал, что порядка 15% семей в стране не пользуются материнским капиталом. То есть у них есть право, но они вот... Совершенно право. А у нас в области есть какая-то статистика? Есть такая статистика. Значит, вот если 78 тысяч у нас обратились за сертификатом, ну, во-первых, как вы сами понимаете, что есть ограничение 3 года. Если не взяли кредит ипотечный, то тогда у них точно так же есть ограничение 3 года, и в том числе по улучшению жилищных условий. Вот если мы посмотрим 78 тысяч, а в месяц, вернее, в год у нас примерно обращаются 5,5-6 тысяч граждан, да? Если из них брали, не брали, вернее, кредит ипотечный половина, вот мы умножаем на 3 года, которые нужно ожидать, и мы получаем примерно около 10 тысяч, те, кто в принципе не мог воспользоваться сертификатом или средствами по этому сертификату. А есть действительно те, которые и пока не считают нужным, и у них нет, может быть, необходимости, может быть, какие-то другие стратегические у них задачи есть. Почему? Да потому что ограничение только лишь по времени до конца 2021 года на получение самого сертификата, а ограничения на использование средств нет. То есть они могут и через 5 лет, и через 10 лет обратиться, предъявив сертификат, и получить те услуги, которые они имеют право получить по этому закону. Да, но вот я вот все-таки, когда я слушаю и вижу, какая статистика, я вижу, что все-таки мы мыслим очень короткими периодами беременности. То есть нам здесь и сейчас нужны деньги. Мы не мыслим стратегическими какими-то такими. Мы не можем отложить эти деньги на образование ребенка после школы, например. Да, никакие там институты, поездки и так далее. На обучение за границей. Нянечку нужно прямо сейчас. Квартиру нужно прямо завтра. Никак иначе. Вот такова, к сожалению, жизнь. Вы знаете, это решение-то, оно именно для этого и было принято. Вот что нужно сейчас, сегодня семье, для того, чтобы они воспитывали в нормальных условиях, чтобы была возможность отдать в такое-то учебное заведение. Именно для этого и принимался этот закон. Именно для этого выделились эти средства из федерального бюджета. И в данном случае, я так понимаю, что задача решена, была своевременно и правильно. Семья, у которых есть достаток, у которых есть возможность воспитывать, не нужно приобретать квартиру, вот она как раз и не использует его тут же, немедленно, сейчас на нянечку, потому что у них есть такая возможность. Они предполагают, что будет еще какая-то необходимость, какой-то случай, когда они эти средства могут использовать для этой семьи конкретно более эффективно. А их у нас 10%. Кстати, пенсия-то мамы вообще не востребованная строка? Ну почему? Востребованы. Есть у нас, скажем так, несколько десятков заявлений, и эти средства уже переведены туда, но накопительную пенсию востребованы. То есть кто-то считает, что для них пенсия важнее. Ну в общем массе там незначительное все равно. Очень незначительное количество. Несколько десятков. В сфере в области это менее 1%. Менее 1%. А, да, кстати, еще хочу уточнить. Если семья попадает, получает возможность получать 10 тысяч почти рублей, да, каждый месяц из средств материнского капитала, получает, получает и вдруг принимает решение все-таки улучшать жилищные условия. Заявление нужно писать. Конечно. Прекращайте. Нет, я же сказал, что одновременно они могут использовать и на ту, и на другую часть. Вернее, там ведь есть сейчас 4 варианта, это уже пятый получается. 4 варианта. Мы еще не говорили о том, что в некоторых семьях есть дети-инвалиды. Вот в прошлом году было принято решение о возможности использовать эти средства на реабилитацию детей-инвалидов. Есть там специальные программы индивидуальной реабилитации. И вот там есть возможность приобретать необходимые предметы, которые вот для реализации подобных программ для конкретного человека могут быть использованы. Это, к сожалению, тоже пока не совсем эффективно используется, но, наверное, по той причине, что должны быть в том числе в городе Кирове необходимые предметы для этой реабилитации средства, какие-то специальные инфраструктуры. То есть, возможности-то есть, а иные другие условия, которые обязательно необходимы для ее реализации, ну, к сожалению, пока не все присутствуют. Может быть, это простимулирует как раз развитие детей-инвалидов. Вне всякого сомнения. Время нашей программы подошло к концу. Благодарим Николая Пасенкова, управляющего отделением Пенсионного фонда России по Кировской области. Видите, мы, как всегда, с вами хорошо работаем. Как обещали, так и делаем, да? Да, 11-го в 11-е. 11-го в 11-е, как договаривались до Нового года, так и сделали. Ну и будем, конечно, регулярно встречаться в этом году, информировать вас, слушатели, о всех нововведениях и изменениях, которые касаются Пенсионного фонда. Ну и я думаю, что следующий эфир у нас будет интерактивным. Можно будет звонить, задавать свои вопросы. Благодарим вас. Первый час дневного разворота завершен. В следующем часе мы будем говорить об очередной волне интереса к переименованию Кирова в Вятку. Спасибо.